Всем привет! Это видео о том, как установить macOS на виртуальную машину Oracle VirtualBox. Исходя из политики Apple, macOS не устанавливается на продукции других компаний. Но что делать, если есть необходимость воспользоваться macOS? В данном видео я расскажу, как установить операционную систему macOS High Sierra на виртуальную машину VirtualBox. То есть, операционная система Apple будет работать поверх или одновременно с Microsoft Windows. Решение любого вопроса. Начиная от установки системы и заканчивая удалённым администрированием и подключением мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Итак, для установки macOS на компьютер с Windows нам потребуется 1. Скачать и установить виртуальную машину Oracle VirtualBox. Это бесплатное ПО. Ссылку на официальный сайт для скачивания оставляю в описании. 2. Необходимо скачать и установить пакет в Windows Hosts. Кстати, детальное видео о том, как создать виртуальную машину Oracle VirtualBox, а также восстановить данные из VDI диска виртуальной машины уже есть на нашем канале. Ссылку оставлю в описании. 3. А также официальный ISO образ установочного диска macOS для установки из него системы, желаемой версии. В моём случае это macOS High Sierra. Если с установкой VirtualBox более или менее понятно, то где же взять такой образ macOS? Его можно создать самому, используя компьютер с установленной на него macOS. Или попросить создать его для вас того, у кого есть iMac или MacBook. Конечно же, есть много ресурсов, с которых можно скачать уже готовые образы macOS High Sierra. Но я их вам не рекомендую. Итак, давайте рассмотрим, как создать официальный ISO образ macOS High Sierra и как установить из него систему на VirtualBox. Обратите внимание, я покажу, как это сделать на примере именно macOS High Sierra. Так как для предыдущей версии системы Sierra, способы создания образа и установки системы из него будет отличаться. Чтобы создать ISO образ установочного диска macOS High Sierra сделайте следующее. Перейдите в App Store и найдите там macOS High Sierra. Нажмите кнопку Загрузить и дождитесь окончания загрузки системы. После окончания загрузки установочных файлов macOS High Sierra закрываем окно её установки и App Store. Теперь переходим в Finder – Программы. Находим только что загруженную установку macOS High Sierra. И убеждаемся, что загрузка прошла успешно. А считать, что она прошла успешно, мы можем, если полностью загруженный образ системы занимает около 5 ГБ. В таком случае, можете сразу переходить к терминалу и выполнению команд по конвертации загруженной установки macOS High Sierra в формат ISO образа диска. Дело в том, что иногда система не предоставляет возможности загрузить полный дистрибутив установщик macOS High Sierra. Вместо этого качается 20 МБ инсталлятор, который, в свою очередь, скачивает уже полную версию во время установки. Именно такой инсталлятор загружен в моём случае. Но мне он не подходит. С него не получится создать ISO образ High Sierra. Я его удаляю. В таком случае, загрузить полный дистрибутив установщик macOS High Sierra нам поможет macOS High Sierra Patcher Tool. Перейдите на страницу инструмента и скачайте его. Ссылку я оставляю в описании. Дождитесь окончания загрузки. И кликните дважды на загруженном файле для установки. После окончания установки откроется окно macOS High Sierra Patcher. Перетащите инструмент в меню программы. Теперь запускаем его. Подтверждаем необходимость открытия. ОК. После этого в меню системы сверху у вас появится меню macOS High Sierra Patcher. Кликаем Tools. И выбираем Download macOS High Sierra. Подтверждаем необходимость загрузки 5-гигабайтного дистрибутива. Указываем место загрузки. Меню Программы. Applications. И стартуем загрузку. После загрузки на компьютер установки macOS High Sierra. Открываем папку утилиты. И запускаем терминал. В терминале вводим команды, с помощью которых мы сконвертируем только что загруженную установку macOS High Sierra в формат ISO образа диска. Для удобства я их скопировал в текстовый файл. И теперь поочерёдно буду вставлять терминал. Создаём пустой образ диска. Монтируем его. Теперь разворачиваем из установки системы файл образа Base System EMG в только что смонтированный образ. Монтируем файл образа macOS DMG в совместимый с Windows ISO. Перемещаем его на рабочий стол. Как видим, создаваемый нами ISO образ установочного диска macOS High Sierra создан и расположен на рабочем столе. Теперь подключим к нашему mac-устройству флешку или внешний жёсткий диск. И перенесём созданный образ установочного диска macOS High Sierra на компьютер с VirtualBox. Не забывайте, что macOS несовместима с файловой системой NTFS. Чтобы носитель был виден для macOS, заранее отформатируйте его в XFAT. Теперь переходим к нашему компьютеру, на котором нам необходимо установить macOS на VirtualBox. Итак, перейдите по ссылке в описании и установите виртуальную машину VirtualBox. Запускаем VirtualBox и создаём новую виртуальную машину. Для удобства выберу экспертный режим. Но это не обязательно. Даю имя создаваемой виртуалке. Выбираю тип и версию системы. Устанавливаю объём, выделяемый для виртуально-операционной системы оперативной памяти. Я поставлю 4 гигабайта. Если вы себе этого позволить не можете, ставьте 2. Меньше уже бессмысленно, так как очень мало. Выбираю «Создать новый виртуальный диск». Укажите желаемый размер, тип и формат виртуального жёсткого диска. Я оставлю всё по умолчанию. На установку macOS это никак не повлияет. Создать. Виртуальная машина создана. Переходим к её настройкам. Кликаю на ней правой кнопкой мыши и выбираю «Настроить». Общие параметры оставляем без изменений. Система. Материнская плата. Убираем галочку с гибкого диска. И передвигаем его стрелочкой вниз. Чипсет ICH9. Включаем режим Ефи. Процессор. Устанавливаем количество процессоров для создаваемой системы. Если доступно 4, можно выделить и 2. Не помешает. Ускорение по умолчанию. Дисплей. Экран. Видеопамять устанавливаем на максимум. И снимаем галочку с ускорения. Остальное не меняем. Носители. Здесь мы видим созданный виртуальный жёсткий диск и пустой диск. Подсоединим к нему созданный нами ISO образ macOS. Для этого кликаем на пустом диске. И в атрибутах кликаем на значке лазерного диска. Выбрать образ оптического диска. Выбираем созданный нами ISO образ macOS. Открыть. Остальное оставляем по умолчанию. И сохраняем настройки. Теперь важный момент. С нашей виртуальной машиной надо ещё немного поработать. Для этого закрываем VirtualBox. Запускаем командную строку. И вводим следующие команды. Я их также перенесу с заранее подготовленного текстового файла. Для удобства. Заранее уточняю, что во всех командах macOS замените на название вашей виртуальной машины. Переходим в папку Oracle VirtualBox. И вводим. После этого запускаем VirtualBox. Стартуем виртуальную машину. И тем самым процесс установки macOS. Виртуальная машина с macOS начнёт грузиться. Вы увидите много строк всякой информации, которая иногда похожа на ошибки. Но если всё сделано верно, через некоторое время запустится графическая оболочка установщика. В первом окне выберите язык системы. В следующем из предложенного списка утилит выберите дисковую утилиту. Дело в том, что наш виртуальный жёсткий диск надо сначала подготовить для установки macOS. В колонке слева мы видим перечень доступных дисков. Выбираем виртуальный диск, который мы создали во время создания виртуальной машины. И нажимаем «Стереть». Вводим имя раздела. Два других параметра оставляем без изменений. И запускаем очистку. После завершения закрываем дисковую утилиту. В появившемся снова окне утилит выбираем переустановить macOS. Продолжить. Продолжить. Принимаем условия лицензионного соглашения. Выбираем созданный нами ранее диск под установку. И жмём «Установить». После этого запускается копирование файлов. Из установочного образа диска на диск виртуальной машины с последующей установкой системы. В какой-то момент все нужные файлы скопируются на жёсткий диск виртуальной машины. Система перезагрузится. И потребуется загрузка уже с виртуального жёсткого диска. Но этого не произойдёт. VirtualBox снова запустит установку СИСО образа macOS High Sierra. Так и должно быть. В этот момент выключите виртуальную машину. Перейдите в её настройки, в меню Носители. Кликните на ISO образе macOS High Sierra. Нажмите на значок диска в атрибутах. И выберите «Изъять диск из привода». Таким образом мы отключим установочный диск от виртуальной машины. Теперь опять запускаем виртуальную машину. При новом старте виртуальная машина загрузит внутреннее Ефи окно устанавливаемой системы. Введите в нём поочерёдно следующие команды. В результате должен запуститься графический интерфейс дальнейшей установки macOS High Sierra. Уже с жёсткого диска виртуальной машины. Дождитесь его окончания. Это займёт какое-то время. После этого виртуальная машина перезагрузится и запустится обычный процесс установки и настройки macOS. Выбираем страну, раскладку клавиатуры. Указываем необходимость переноса информации на данный компьютер. Мне не нужно. Входить по Apple ID я также не буду. Подтверждаю необходимость пропустить данный пункт. Принимаем условия лицензионного соглашения. Вводим имя пользователя и пароль для устанавливаемой системы. Продолжить. Здесь оставляем стандартные настройки. Продолжить. Устанавливаем клавиатуру с помощью стандартного ассистента. Всё, macOS High Sierra на нашей VirtualBox установлено. Но хочу ещё раз акцентировать ваше внимание на том, что описанные в данном видео способы создания ISO образа и установки macOS на VirtualBox актуальны только для High Sierra. Для предыдущей версии системы Sierra способ создания образа и его установки на виртуальную систему будет немного отличаться. И ещё одно. Как видите, установленное по умолчанию расширение экрана нашей виртуальной macOS машины составляет 1024 на 768 и изменить его с помощью настроек системы не предоставляется возможным. Но изменить его можно с помощью командной строки. Для этого. Выключите и закройте виртуальную машину. • Запустите командную строку • И введите следующие команды • Переходим в папку Oracle VirtualBox • Меняем размер экрана по горизонтали • И по вертикали • Закрываем командную строку • И запускаем виртуальную машину • Как видим, расширение экрана нашей виртуальной машины изменилось на указанное. Таким образом его можно изменить на любое стандартное. • 800 на 600 • 1024 на 768 • 1280 на 1024 • 1440 на 900 • 1920 на 1080 • 1920 на 1200 На этом всё. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал Hetman Software, если данное видео было полезным для вас. Задавайте вопросы в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok